Всем привет! Вы на канале Лид Клуб, с вами Дима, и сегодня мы читаем краткое содержание романа Германа Мелвилла «Моби Дик или Белый Кит». Текст взят с сайта наука.клуб. Из-за материальных трудностей парень по имени Измаил решается пойти на службу на китобойное судно в Нантаките. По дороге в порт он знакомится с гарпунером Квигигом. Вместе с ним получает работу на корабле Пекот, который должен отправиться в море на целых три года. У капитана корабля Ахава был скверный характер. Он потерял ногу в прошлом путешествии после схватки с гигантским кашалотом. После этого на корабле пошли слухи, что капитан немного лишился рассудка. Однако Ахав собрал команду корабля и сообщил, что подарит золотой дублон, который он прибил к мачте, тому, кто первый заметит в воде белого кашалота по имени Моби Дик. Все на корабле ужасно боялись кита, а главной целью жизни капитана было убить Моби Дика. Именно кит оставил его без ноги. Кит пугал своими размерами, свирепостью. Он был очень хитер и при любой схватке с людьми всегда одерживал победу. Поэтому пошло поверье, что никто не сможет победить Моби Дика. Не вся команда приняла энтузиазм капитана, но выпила за скорую смерть кита. Отказался только молодой парень, моливший Бога о своем спасении. С каждым днем капитан становился более нервным и дерганным. Капитанов каждого проплывающего судна он спрашивал, не встречали ли те Моби Дика. В ответ ему говорили о смертях и увечьях, которые нанес кашалот. Одно судно показало направление, в котором уплыл кит. Ахав заказывает гарпун для ловли кита из прочной стали. Затем судно выходит в Тихий океан вслед за Моби Диком. Вскоре из-за работы в мокром трюме заболел друг Измаила Квигик. Чувствуя приближающуюся скорую смерть, он просит плотника сделать ему гроб-челнок и отправить на нем свое тело в открытое море после смерти. Но после того, как гарпунщику удалось выздороветь, они с Измаилом решают переделать гроб в спасательный буй, который подвешивают на корме судно. Наконец, кораблю удается найти кита. Начинается погоня, которая длится три дня. Во время охоты кашалот приносит сильные увечья судну и его команде. Ведомая одержимой идеей поймать Моби Дика, капитан Ахав гарпуном пытается убить кита, но ему это не удается. Моби Дик таранил корабль Пекот. Судно начинает идти на дно. В это время Ахав еще раз закидывает гарпун, ранив кита. Моби Дик затаскивает его с собой под воду. В образовавшейся воронке не удается спастись никому, кроме Измаила. Он сутки дрейфует в открытом море на буй, который был сделан из гроба его друга. Затем его спасает проплывающий мимо корабль.